В Самаре удалось оснастить весь автотранспорт тахографами. Это устройство, благодаря которым можно отследить время отдыха водителя и время в пути, что позволяет корректировать работу сотрудников и избегать перенагрузок. Установка тахографов – обязательное требование, которое предъявляют к транспортным предприятиям. Вопросы, касающиеся транспортной безопасности, обсудили на Комиссии по обеспечению дорожного движения. Еще одной главной темой стало оснащение городского транспорта камерами видеонаблюдения. В 199 автобусах из 207 они уже установлены. Что касается трамваев, оснащено чуть больше половины всего подвижного состава. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют устранить 53 очага аварийности и предаварийности, которые выявили специалисты профильного департамента и областной городской госавтоинспекции. В местах концентрации ДТП перемены произойдут до 30 июня, а решить остальные намеченные дорожные вопросы планируют к 1 сентября. Ликвидация очагов позволит минимизировать количество несчастных случаев. Планируется также нанесение линии дорожной разметки, порядка 105 тысяч погонных метров, установка пешеходных ограждений, это порядка 4 тысяч погонных метров, плюс также будут дополнительно проведены работы по установке светофорных объектов и знаков. За первые три месяца этого года ГИБДД фиксирует двукратный рост ДТП. Всплеск пришелся на март, начало школьных каникул. Особое внимание нужно уделить тем дорожно-транспортным происшествиям, которые произошли у нас по вине детей. Таких дорожно-транспортных происшествий у нас произошло три с начала года. Во всех случаях у нас дети перешли дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходных переходов. Большинство детей в момент ДТП находилось без сопровождения взрослых. Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники госавтоинспекции планируют продолжить проведение совместных рейдов с активистами родительских комитетов «Родительский патруль». За два месяца текущего года провели уже порядка 356 мероприятий. Будут привлекать для совместной работы и городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.